ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 по той части, по которой они шли. Для того, чтобы один из них смог уйти от ответственности, хотя бы один из них, им надо было согласовать свои показания. Оперативный работник за взятку одного из подельников переводит в соседнюю камеру с другим подельником, и они общаются между собой. Занос телефонов. Обрубить занос телефонов в СИЗО – это просто невозможно. Видимо, надо решать вопрос, ставить глушилки и прочее. То есть то же самое за деньги. По телефону связываются с родственниками, которые находятся на свободе. Скажем, сын с матерью, мать покупает телефон, сотрудник подъезжает, этот телефон заносит, деньги оставляет себе. Кроме телефонов заносились продукты питания, это в порядке вещей, письма, и туда и обратно тоже за деньги. Это достаточно часто имело место. Кроме всего прочего, заносились и наркотики в СИЗО. Мы доказать этого не смогли, потому что это нужно брать с поличным человека, прямо с наркотиком, чтобы был вес, конкретный наркотик. То есть этого мы не смогли доказать. Но когда мы одного из осужденных вывезли для дачи показаний из СИЗО в Перми, оказалось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. И, кроме того, он сам подтвердил, что да, действительно, в тюрьме он употребляет наркотики. Это секрет Польшинели, к сожалению, и он известен практически всем. Теневой сектор в самом таком важном направлении. А если он будет с мобильником находиться в любой момент, он просто будет руководить преступными сообществами, которые остались за пределами, влиять отрицательно на проведение следствий под другим составом преступлений. То есть он получает хорошее прикрытие. Его государство охраняет, а он продолжает свою преступную деятельность. То есть продолжение преступной деятельности и разложение аппарата. Он сел за малозначительное преступление, а крупное преступление никто не раскроет. Следы ушли, связи все разорваны. Практически он не в тюрьме. Он просто в безопасности находится. И государство его преступника еще охраняет. И помогает ему дальше совершать другие преступления. Таким образом мы не можем добиться успеха в этой сфере. Так как это круговая порука, так как защищается активно честь мундира во многих случаях, люди просто боятся говорить об этом. Не просто во многих случаях, прости, что перебиваю тебя. Несколько лет назад, Елена Владимирович, из окон ФСБ в Нижнем Новгороде, очевидно, во время допроса, с третьего этажа, выпал человек. Покончил с собой. Предполагаемый журналисты во время допроса. Кто он, этот человек? Фамилия его? Что там произошло? Не знает никто. Ну, в самом деле, уравнение совсем неизвестно, потому что ничего толку мы сказать не можем. Кто-то быстро успел и снял. В тот момент, когда тело забирали на карету скорой помощи и увозили. И на следующий день появились сообщения на интернетовских лентах новостных. В печатных изданиях даже ничего не было, насколько я помню, на тот момент. Мы написали запрос в ФСБ. Мы написали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться. И с ФСБ нам не было ответа никакого. Мы пытались найти ту карету скорой помощи, которая его забирала, но никто с нами не стал разговаривать, потому что, конечно, все боялись. И кто это был? Свидетель это был? Может быть, это какой-то был подозреваемый? Почему он выпрыгнул? То есть, неизвестно. Были у него какие-то травмы на теле? То есть, пытали ли его до этого, что можно предположить? Родственники должны были наверняка опознать тело. Ну да. Но неизвестно, был ли он из Нижнего Новгорода вообще. Ну, это вот как раз то, почему я и мои коллеги, мы выступаем за эффективный парламентский контроль, который есть во всех цивилизованных странах. А кто этот человек? Это был, значит, житель города Городца. Он занимался сбытом драгоценных камней. Он взял очень большие деньги взаймы. При передаче этих вот алмазов мы его задержали. Его никто не бил, ничего. Вырослся в окно. Потому что знал, что просто не отдаст такие деньги уже. А почему засекретили-то эту историю? Вот вы знаете, телевизорщик, насколько я знаю, мы пояснения все давали. У нас все официально проходило. Никто ничего не секретил. Ну, то есть, не было пыток никаких? Просто покончили? Нет, да вы что, Государь? Нет, 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 нет. А вот если мы все-таки добьемся парламентского контроля, Что будет? Будет гораздо сложнее прятать тяжкие преступления. Будет гораздо сложнее совершать гигантские коррупционные сделки. Ты уверен в этом? Я в этом не просто уверен. Это один из серьезнейших механизмов, останавливающих коррупцию, Которые страшнее НАТО. Страшнее, чем любые другие угрозы, которые сегодня есть. Понимаю. Тогда на секунду, особенно на фоне уже нынешних террористических актов, Вернемся. Помнишь старая история? Года два уже прошло. В Архангельске. Мужчина. Взорвал дом. Газовые краны открыл. Он обиделся на что-то, мужчина. Взорвал дом. В стране в нашей был объявлен национальный траур. Погибли десятки людей. Знаешь, есть преступления, которые, как я понимаю, нельзя не раскрыть. Нашли подозреваемого. Нашли. Вот только у нас, у журналистов, у многих, есть очень сильные сомнения, Что задержали именно того человека, кто действительно взорвал в Архангельский дом. Погибло 58 человек. Через месяц был задержан по подозрению в совершении данного преступления Бывший слесарь Архангельского облгаза Алексейчик Сергей Александрович. Ему было предъявлено обвинение в терроризм и повреждении имущества. Следствие на тот момент считало, данный взрыв произошел от того, Что на газовых трубах, которые проходят в подъезде дома, скручены были газовые заглушки. И следствие посчитало, что это мог только сделать бывший работник Гургаза. И тем самым вышли на Алексейчика Сергея Александровича. Кроме того, на том доме, где была скручена заглушка, но ничего не произошло, На стене дома обнаружили отпечаток ладони, и эксперт определил, что это Алексейчик. То есть отпечаток ладони? В подъезде дома. По Воскресенской 90-е. И это значит, что этот человек взорвал другой дом? Да. Следствие считало, что мотив свершения преступления тот, Что он работал слесарем Гургаза, его уволили не по собственному желанию. А в 2004 году, незадолго до взрыва, он устраивался на работу в Архангельске Гургаз, И его не взяли на работу. Поэтому следствие считало, что умысел Алексейчика был на взрыв в доме о том, Чтобы отомстить работникам Гургаза. И умысел они установили, что он хотел устрашить население. В отличие от тебя, полковника ФСБ, я, конечно, не профессионал, Геннадий Владимирович, Но человека обвинили в терроризме, подумаем, По отпечаткам ладони на стене не того дома, который взлетел на воздух, Не на обломках, а на стене дома по соседству. Отпечаток не на бумаге, а на соседнем доме в подъезде. Алексейчик воспользовался своим правом рассмотреть данное уголовное дело С участием присяжных заседателей. Присяжные заседатели собрались, И был в конце 2005 года вынесен вердикт о том, Что он виновен с разницей в один голос. То есть голоса распределились так, Пять человек считали, что он невиновен, Семь считали, что виновен. Если бы голоса распределились 6 на 6, его бы оправдали. Я же сказал, ну, может быть, не применение к этому случаю, Наверное, здесь все-таки были оперативные данные или улики, Но большое количество денег, Которые сегодня попадают в карманы преступников в погонах, Они могут из невиновного сделать преступника, Из преступника сделать абсолютно невиновного, И сегодня деньги побеждают, криминальные деньги. И если человек где-то попался в этой цепочке, Его все-таки арестовали, И он находится в СИЗО и уже в тюрьме, То есть его там обязательно уничтожат. Только что в Киевском СИЗО Украина, правда, Задушен в камере некто Орлов. Легендарный человек. Один из крупнейших российских, Он наш гражданин, Контрабандистов оружия. Олег Орлов, родственник какого-то работника Центрального комитета КПСС, Пожилой человек, Оказался включен в транснациональные операции, В которых участвовали высокие лица разных стран. Вы 10 автоматов не продадите без санкций спецслужб. А тем более вы не продадите без этого танки, ракеты и бог знает что. Я, конечно, шучу, Но я просто предлагаю вам попробовать продать вагон с автоматами. Ни сейчас, ни в этом самом 90-м году. Все это анекдоты, что это можно было сделать, Договорившись с каким-нибудь дядей. Это все были коллективные решения. То есть легко это не делалось даже в те годы? Никогда. Это видимость. И что самое крупное из того, что они продали? Это ракеты. Способны поразить цели на расстоянии несколько сот километров. А продавали арабам? Ирану. Через Китай. Американцы проморгали? Нет, не проморгали. А в том-то и дело, что всегда американцы были в доле. И с украинцами, и, прошу прощения, с какими-то нашими группами. Американцы поставляли по факту оружие в Иран таким образом? По факту да. Причем не какие-то американцы, а высшие должностные чины Америки. Они хотели, чтобы Иран не мешал им проводить Иракскую войну. Вот если там был еще оружейный уран, вот тогда это уже более крупная вещь. То есть без господина Орлова, как мы предполагаем, без нашей мафии, Пакистан, Ирану, даже при посредничестве американцев, возможно, не мог продать 25 килограмм оружейного урана? Он в этом был вообще пятая спица в колеснице. Да, ракеты, да, ракеты повесили на него. Почему его убили сейчас? Такой наивный вопрос. Я вам знаю, почему убили все зла? Потому что он это все понимал. И сейчас демократы ищут компру на республиканцев. В Америке? Они требовали от украинцев, чтобы те, конкретно Тимошенко и ее люди, сдали информацию. И в связи с этим начала тасоваться колода директоров ЦРУ. Это непрозрачная игра американских групп. Украина и Россия здесь пятая спица в колеснице. То есть как в нашем СИЗО, так и в украинском можно что угодно убить? Задушили человека? Нет, но это убить можно в любом СИЗО, когда угодно и в любую эпоху. Если все поднимается на эти уровни, люди умирают как мухи. Да, потому что если связано с преступным бизнесом оружие, это самое дорогое на первом месте. Или наркотики, так оружие на первом? На первом. Потому что все хотят получить С-400. Ракеты. За это ведется борьба. Почему? Патриот американский. Система управления идет через Вашингтон. Там кнопки, да. Мы должны согласовать. А наш напрямую, так сказать, защищает. Из войской части, да, нажал. И это выгодно. Он его получил, где угодно поставил. Да даже наше старое оружие. Даже те, кто пытались наши автоматы копировать, там, в Чехии, на Украине, в Китае. Все равно наше производство, оно лучше по качеству. Поэтому здесь огромные деньги. И если человек где-то попался, значит, его там обязательно уничтожат. Такая возможность есть именно в наших тюрьмах. То есть СИЗО можно абсолютно все, пора это признать? Да. Там нужно человека убрать, тоже заплатите. Обеспечим перевод его в нужную камеру. В нужное время надзиратель будет находиться в другом коридоре. Будет передана нужная посылочка. Шнурочек вам оставят. То же самое побег обеспечат. Могут вообще заменить и отбывать наказание будет другой. На похожего человека. Похожего человека он будет сидеть. Ему дают ежемесячную зарплату его семье. И он сидит, отсиживает время. В том числе и выход на прогулку. Любые рестораны, любые ужины, обеды. Все будет организовано. Подвезут, увезут. И безопасность. С одной стороны, безопасность для тех, кто заплатил. С другой стороны, невинный человек может погибнуть. Это проблема, которую надо решать. Вот если в 2001 году за нарушение законности наказано 13,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. А сегодня? А сегодня свыше 30 тысяч на начало 2007 года. В 2,5 раза за 7 последних лет. Простой пример. Кемеровских работников уголовного розыска. Они пытали предпринимателя, который владел автосервисом. Выбивали из него показания на людей, из которых он даже не знал. Потом, когда тот заявил в прокуратуру, они наняли киллера, чтобы киллер убил этого человека, которого они пытали. Когда киллер дал показания в прокуратуру, они наняли второго киллера, который должен был убить киллера. Но вся эта группа сейчас арестована. Факты вопиющие. Никогда я не думал, что милиционеры, какая мелочь, да? Казалось бы, могут дежурить у проходной предприятия в день зарплаты, чтобы отнимать деньги, как мы, журналисты, предполагаем. Опять-таки прошу это проверить. Отнимать деньги у тех, кто только что получил получку на предприятии. И убивать, на всякий случай, за получку. Александр Анушин, он работал в Нижнем Новгороде слесарем на заводе «Гидромаш». Пришел на работу с целью получить зарплату, но зарплату почему-то не выдали. Александр пошел в сторону дома. По дороге его остановил экипаж ППС. И просили пройти с ними в отрезвитель при советском РУВД города Нижнем Новгороде. Как развивались события в дальнейшем, до сих пор не очень ясно. Но в итоге Александр Анушин скончался в отрезвителе ночью. Стало ясно, что Анушин умер насильственной смертью. То есть от удушения в результате перелома одного из хрящей в области шеи. Сотрудники этого отрезвителя сказали, ну, тогда мы не знаем, как это произошло. Прокуратура тоже сильно задаваться целью раскрыти данное преступление не стала. После этого была подана жалоба в Европейский суд. И жалоба начала рассматриваться в Европейском суде. Ну, скончался он от механической асфиксии, от перелома верхнего щитовидного хряща. Плюс у него были еще разрывы тонкого кишечника. Ну, естественно, синяки, разрыв губы. То есть его еще и били? Его били, да, его избивали. Мне говорили, что якобы им докладывают заранее. Если, допустим, где-то в больших заводах, фабриках дают зарплату, они в курсе. И они патрулируют именно эту область. Сбирают их, просто отнимают зарплату и все. Ко мне приходил мужчина и рассказывал, что да, действительно, он тоже там был, именно в этом отрезвителе. И что там с ним вытворяли? Потому что они ему заворачивали руки, тоже избивали. У него были сломанные ребра. Но некоторые просто боятся. Некоторые не надеются, что можно довести дело до суда. Они обирают людей. Они их подбирают на улице для того, чтобы просто ограбить, избить, поиздеваться над ними. Я не знаю, моральные уроды. В общем, у меня просто нет слов. Моральные уроды. День зарплаты в Нижнем. Кровавый день. Боюсь, что не только в Нижнем. В машину, в отрезвителе не научишь тебя обирать. А в отрезвителе денег не оказалось. Со злобой избили. И не заметили, как убили человека. А зарплата из-за чего? Да, все. Зарплата. 12 тысяч рублей. 12 тысяч. Надо вспомнить в Нижнем Новгороде дело Михеева против России. Который выиграл бывший работник милиции против всей правоохранительной структуры. В чем вы сомнете? Напомню нашим зрителям. Молодой милиционер познакомился с девушкой. Проводил ее. А потом эта девушка не пришла домой. Родители заявили в милицию. Говорят, вот милиционер ее проводил. Этого мальчишку взяли. Убил якобы. Да. Во главе с замначальника милиции. Несколько человек пытали. Душили противогазом. Довели его до такого состояния, что он не выдержал пыток. И выбросился в окно с третьего этажа. Упал на мотоцикл. Переломался позвоночник. Остался инвалидом всю жизнь. А девушка через день вернулась домой. Она просто загуляла. Она просто у подруги ночевала. Хорошая девушка. Она ни при чем. Срок у них был на расследовании 10 дней. Данный вот на 10-й день начали пытать. Допросили еще раз очередной. Ничего не добились. Начали пытать электрическим током. После нескольких пыток я осознался в убийстве. Единственное, что не мог показать, где находится труп этой девушки. И продолжали пытать, опять же, только ради того, чтобы показал, где находится труп. А как по токам? То есть они выдернули из лампы провода? Нет. Там специальный прибор. Подключают к ушам два провода. Включают в розетку. И, видимо, какой-то регулятор есть. То есть регулируют время, силу напряжения или силу тока. Я не знаю, что они там регулируют. Но то, что каждый раз увеличивалась сила удара вот этого электрического. Это факт. Просто он ее проводил, она говорит, да я зайду к подруге. А он не знал, что надо к подруге зайдет. А человека уничтожили. Во всем угодно признаешься. Да, то есть различных пыток много всяких. Нет одной, так от комплекса этих мер. То есть чем угодно признаешься. Они сразу сказали, что признаются 99%. То есть в любом случае человек не выдержит. Рано или поздно признается, виноват он или не виноват. А, то есть они тебе об этом говорили? Да, они мне об этом говорили. Еще до пыток они мне сказали, что есть другие способы. Те же самые там слоники, конверты. Это что такое? Дыхание перекрывает человеку, когда он начинает задыхаться. Ну, вот ты пытался ему объяснить? Да, я ничего не совершал. Ну, мне это не верили. Потому что в глазах просто тупая звериная жестокость и все. То есть они видели во мне маньяка, убийцу. Было указание раскрыть. Ты выбросился из окна на 10-й день ожидания? Да, на 10-й. То есть я все время терпел все эти унижения. А они мне говорили открытым текстом. То есть если ты умрешь, если побольше тебе разряд дать, просто откажет сердце. Этот парень лежит с переломанным позвоночником. Та же банда в милицейских погонах пытается его убить. Прекращают дела. Никакого расследования. Такое дикое количество прекращений именно этого уголовного дела. За 10 лет не давали расследовать это дело. Те же люди, кто его пытал. Но во главе замобластного прокурора. Родственники дошли до Страсбургского суда. Страсбургский суд изучил. Все оказалось так и есть. И опять кто попал в тюрьму? Соски там. Два лейтенанта, которые на него противогаз одевали. А все остальные так и работают. Все работают по-прежнему. Да, кто его пытал? Руководители. Подведем, Евгений Иванович, некоторые предварительные итоги нашего сегодняшнего разговора. Отпечаток ладони на стенке соседнего дома. Мы сами стояли в подъезде, за стенку подержались. Слесарь, слесарь. Был обижен на горгаз, был обижен. Значит, и взорвал соседний дом. В двухстах метрах от этого самого подъезда. С отпечатком ладони. Тот ли сидит человек? Нет, но отпечаток ладони, он не является самым главным доказательством. Единственная улика. Да, давайте, сейчас уже все, дело открыто. Единственная улика, нет других отпечаток ладони, слесаря, уволенного из горгаза. А там взрыв газа. Ну, понимаете, я бы не сказал, что это система, допустим, в тех же ФСБ, да. ФСБ организации очень подготовленные. А милиция? Милиция, немножко там пожестче взаимоотношения, да. Индивидуальные случаи могут быть, но что люди есть люди, вы правильно говорите. В 1937 году никто никого не учил. Все добровольно во имя счастливого будущего расстреливали и мучили людей. Сегодня, может, это делается для того, чтобы раскрыть преступление, получить звездочки. Я другому. Какая-то особенная жестокость, необъяснимая даже для азиатской страны. Ведь вот не принято о таких вещах говорить, но, ну, я скажу, Александр Александрович Вадеев, выдающийся советский писатель, автор разгрома, молодой гвардии. Да, он был пьян, когда покончил с собой, но в соседней комнате двое ребятишек. И он, взяв пистолет, чтобы дети не слышали выстрел, прижал подушку в груди, в нее стрелял. Струйки крови потекли прямо в детскую комнату. А там двое малышей, его сын и его пасынок. Мы услышали, что Фадеев застрелился на Балтике. Это не скрывалось или скрывалось? Нет, скрывалось, конечно. Но первый раз сказали, что самоубийство. Но почему все-таки? Вот ваше. А почему? Не говорили. Только рассказывали, что он через подушку. Ну, вот дети в соседней комнате, и он пускает себе полю. Миша был, да. Ну, вот как это? Миша потом рассказывал, что хлопок он слышал, но не обратил внимания. Но как вот при ребенке? Ой, ужасно. Или он пьяный был? Андрей Викторович, это не укладывается. Невозможно быть. Невозможно. Но красивый мужик был, красивый. Тихо Николаевич Харенников позавчера 9 дней, как его не стало, говорил о том, что тогда этот пример своей жестокостью. Разный бывает самовест. Своей жестокостью в отношении к детям. Потряс Москву. С Сашей Фадеевым я был очень дружен. Я его называл Саша, у меня Тиша. Добрый был человек. Изумительный. Я вот не понимаю, это только после алкогольных паров, потому что это была умнейшая личность. Сталин его просто обожал. Единственный человек, который он позволял себя критиковать и спорил с Фадеевым. Даурии. Да. Фадеев, он не сдавался, он говорит, нет, я с вами не согласен, товарищ Сталин, все. Вы могли представить себе, что этот человек покончит с собой? Да ну что вы. Что вы. Это только когда мозги перестают быть уже настоящими мозгами. У него мозги были колоссальны. Это невозможно представить. Народ стал более жестокий, более злой. Кстати, чем в 37-м году, более злой народ сегодня. Это действительно исторически сложилось. С князей наших, когда своих убивали, когда нападали друг на друга. Тверские там на Псковских и на Великоновгородских и более зверски расправлялись. Все-таки мы были оторваны от цивилизации. Мы вышли из Балкан и пришли в необжитые места. Мы пришли в тайгу, в лес. И вот эти законы леса, законы тайги, они сказались на человеке. Потому что было тяжело устроиться. И кругом был враг. То есть зверские законы тайги, лесная страна Россия и на людей. Ведь лес, это же красиво звучит. Везде опасность. Зверя, сколько погибало, крестьян, медведь задрал. Это было норма вообще? Да, задрали твоего батю. Да, вот отсюда жизнь ничего не стоит. Это вот лапа, это все такая, медвежья лапа. И человек уже привык быть таким тоже, отвечать на выпад зверя. Но когда уже зверя стало меньше, только человек человеку, это гречи сохранилось. Ведь только у нас любят бить ногами. Вот и объяснение. Да, вот это начало. Второе, это постоянные войны. Но человек из крови не вылезал. Казаки, я читал историю казачества. Только вернутся с похода, опять их зовут. Жены не успевали рожать. То есть постоянно военный поход. И всегда призыв, надо убить кого-то. То есть психология выработалась. Кого-то надо убить. И это доблесть. Это мужество. Они хвалились. И дуэли. Уже интеллигенция, офицеры. Убить на дуэли. Вот это достижение. Доблесть офицера. Не поговорить там, не простить. На шпаге пистолет убил. Вот, все. Хороший офицер. И сколько погибло этих офицеров. Но самое страшное, конечно, советский период, когда лагеря и человек вообще был сырьем. Жестокость по отношению к людям, она идет еще со времен татаро-монгольского иго, когда 300 лет боролись за свободу, и любая поднятая гордо голова отсекалась физически. Петру до Зураба Царетели никто в Москве памятник не хотел ставить. Казанец-то. Кровь-то лилась рекой. На генетическом уровне народ помнит все эти жестокости. Но, к сожалению, вот историческая ошибка из глубины веков, самые жестокие террористические акты, самые жестокие пытки, самые жестокие убийства, сегодня демонстрирующиеся и в интернетах, и везде, это у нас. Я думаю, что вот за последние 7 лет как-то, ну, наступила некая стабилизация в самом обществе, да? Люди как-то начинают быть добрее друг к другу. Ну, нету пока у нас этого, не достигли мы этого. Добрее вы считаете? Рейдерство, вот показатель сегодняшнего общества, я уже тысячу раз давался без дорог, не говорить больше про рейдерство не могу, но в Москве, центр города, захватывают детское учреждение, кто не поймет, кто. Стекла, двери, все вышибают детей на улицу. Детей на улицу. Поначалу был очищенший второй Беслан просто в центре города, в Москве. Прежде здесь работал много лет культурно-образовательный центр аспекта образования. Здесь действующие детские сады и школьные классы. Но 12 июля неизвестные люди, выбив окна, вышивших охранника на улицу, заняли это здание. Дело в том, что это здание было на балансе у второго часового завода, акции которого купил банк «Глобакс». Видимо, решив обойти детское учреждение, которое здесь находится более 14 лет, он решил продать неизвестное только что образовавшееся в фирме ОАББ это здание. И незаконным путем, а вот путем беспредела, эта новая фирма заняла это здание. Сейчас вообще всплеск захвата детских учреждений. Конечно, образовательному учреждению тягаться с банком, имеющим большие финансовые ресурсы, это очень сложно. Ведь можно заявить о притязании на здании совсем другим путем. Для этого есть судебное решение. Почему же можно, вот так, врывая здание, выбивая окна, вышивая на улицу охранника, вызвать здание и имущество центра, который работал здесь 14 лет? Стекла, двери, все вышибают детей на улицу. Ну, я вам скажу, что я тоже много занимаюсь средствами, тоже не хочу, как и вы, об этом уже много говорите. И все больше и больше становится таких. Если по этому вопросу действительно... Вот показатель общества. Общество не поймет, что рейдерство это конец экономики России. Вот мы с вами боролись, помните, секретный институт захватили, и ни ФСБ ничего не может сделать. Да, в Москве опять-таки в центре. Ну, ну, что это? Что действительно не могут, да? Тут уже наступило время, меня сейчас на 37-й год перевернут, может быть, но время, когда должны быть созданы оперативные группы с разных подразделений, чтобы они на месте принимали решение. Не понимали решение, кого-то поставить к стенке, я понимаю решение об этой отвращении этого безобразия. А если в этом участвуют, как мы, журналисты, предполагаем, вот пять к чайке, только к нему сегодня оперируют, доверяют ему человеку, прошу проверить, Юрий Яковлевич, и президент республики, и местный мэр, север Коми, город с 30 с лишним тысяч жителей, город живет с шахтой и комбинатом угольным. Но на комбинате, как мы предполагаем, серые схемы действуют. Оборот, два миллиарда, не меньше. Местным властям, предполагаем, выгодно обанкротить сегодня этот комбинат, обанкротить вместе с городом, но не пустить туда московских предпринимателей, действительно богатых людей, то есть тех, кому выгодно платить налоги, честно, и честно зарабатывать деньги. В настоящее время начата процедура банкротства, которая должна привести к распродаже крупного горнодобывающего предприятия. Это город? Город Инта, республика Коми. Сколько людей работают? Работают 3000 человек. Ну, это номинально. Предприятия городобразующий характер, очень много смежных предприятий, зависимых. Кто же вас банкротит? Руководство республики Коми. Такого региона тоже. Руководство? Руководство. Их что нужен? Социальный взрыв? Их интересует чистый бизнес. Ну, как мы предполагаем, речь идет о команде молодоуправленцев, которая была приглашена в регион со стороны. Президенту республики? Главе республики Коми. Торлопу. Нужен социальный взрыв? Как это может быть? Боюсь, он не владеет ситуацией. Он зависим от решений, которые принимаются его командой. Он глава республики? Зависит от кого? От своих помощников? Да, которые не случайным образом стали работать в этом регионе. Кого вы имеете в виду? Фавильный, если можно. Орда Павел Анатольевич. Бывший бизнесмен. Не гнушался Рейдерсон. То есть? Он работал на захватах таких крупных химических... Вы это как факт утверждаете? Как факт? Вы готовы отвечать за свои слова в суде? Безусловно. Они общеизвестный характер. На Виномысский азот, Тольятти азот. Тольятти азот? То есть и он в том числе среди тех, кто пытается по-прежнему банкротить... Думаю, от развития этой ситуации в настоящий момент он уже отошел. Вы утверждаете это? Еще раз прошу. Да. Есть документы? Есть. Значит, невыгодная комната местному чиновнику. Он на комбинате, который минусовой, получает плюсовые деньги. В свое время республика пригласила управлять угольными делами. Байкал-уголь с небезызвестными севрой. Закончилось это тем, что начали одна за одной закрываться шахты. Не пустить инвестора из Москвы, чтобы местной мафии, как я предполагаю, с оборотом... Сколько, черный нал? Два миллиарда. Я правильно сказал? Два миллиарда рублей. Так вот, значит, это вопрос. Лучше обанкротить комбинат, наплевав на город, но не пустить инвесторов из Москвы, чтобы серые схемы не раскрывались. Инта-уголь – город, добывающий энергетические угли. В конечном итоге вот осталась шахта одна, единственная, Инта. И она имеет хорошие перспективы. Дальнейшее развитие была проведена, реконструкция за счет бюджета республики, кстати. Предприятие находится в тяжелейшем финансовом положении. Сегодня задолженность составляет около пяти миллиардов рублей. Ну, казалось бы, неподъемно. И в то же время предприятие сегодня работает, добывает там три двести. Но что серые схемы работают? Во всяком случае, уголь сегодня реализуется неизвестно кому и по ценам ниже себестоимости. Как это ни странно, просто категорические долги наращивались для того, чтобы создать схему. Кто придет покупать акции, напугать долгами. Вот такое создается ощущение, что кому-то очень невыгодно, чтобы независимые от них структуры получили доступ к анализу финансовой деятельности этого предприятия на протяжении последних лет. Вынашивается, ну, эта идея давным-давно, вычленить чистый бизнес. То есть добыча, подъем, продажа угля. Все остальное слить в помои старого предприятия и его как бы обанкротить. Вот оно обанкротилось, а у нас вот это новое предприятие зарегистрировано, куда перешли активы, которые работают. Но при этом отказаться от всех социальных нагрузок, от вопросов, связанных с здравоохранением, социальным обеспечением. Ну, первое, к чему это приведет, и что должны они сделать? Это более из трех тысяч, более тысячи людей уволить, просто за ворота высадить. И тогда становится под вопросом уже не шахта Интинская, а целый город. Причем это идет в разрез федеральной программы. Уголь же сейчас поднимается. Наконец появляется хозяинка. Отработали они соглашение с правительством республики, кто берет на себя какие обязательства. Сразу пять миллиардов, надо в них разобраться сначала, пяти миллиардов. Ну, да, откуда взялись. Да, откуда взялись, кто это там наворочил. Поэтому у меня вот такое ощущение, не допустить никого к владению этой компанией. Пока возможно еще стричь эти купоны на трех миллионах. Да еще если через посреднические компании с ними надо разбираться. Какой же сегодня хозяин будет продавать дешевле, чем это стоит для него? Здесь, скорее всего, интерес местных чиновников. Мы слышали, сказал Кургинян. Он в отпуске по этому по телефону, прошу прощения, но он сказал абсолютно истинно 10 автоматов. Без генерала армии продать невозможно. 10 автоматов невозможно. Все это байки. Без высокого начальника. И так везде. Поэтому нежелание лишится того, что не получает от бедного банковщика. А прокурор округа, если прокурор города ослеп, прокурор республики, в конце концов, в коме? Они где? Я скажу где. На своем рабочем месте. Но они на мгновение не видят. Знаете, как в том анекдоте, когда Заяц и Волк проходили медкомиссию. Волка взяли в армию, а Заяц и не взяли в армию. Выходит. Волк спрашивает Заяц, а почему меня взяли, а тебя не взяли? Он говорит, Волк, видишь гвоздь в стенке? Волк, вижу. А Заяц говорит, а я не вижу. И вот плохо, когда у нас гвоздь в стенке, высокопоставленные чиновники не видят. Что ты смотришь в поднебесье? А вы пытались рассказать вашу ситуацию с комбинатом главе республики? Доступ к нему пресечен. То есть как, если речь идет о судьбе целого города? Он от этой ситуации дистанцировался. Не пошлет Господь известий, ты напрасно. А на самом деле это гражданская экономическая война. Это опять война. Это опять гражданская. Смерть придет, оставив жизни неразгаданную ложь. Руководство комбината не в меньшей зависимости находится от происходящих процессов, чем ее губернатор. Не дать возможность инвестору, который выкупил контрольный пакет акций на аукционе у Российской Федерации, получить доступ к управлению этим предприятием, заменить руководство. Серые схемы торговли угля. А взаимоотношения очень простые. Деньги. Деньги. Больно видеть, как напрасно жизнь бежит, лишая силы. Нету врага, который откуда-то приехал. Опять свои, свои, красные. Свои. И они запросто друг друга расстреляют. Если надо будет забить битами, они забьют битами. Что угодно сделают. И все, проблема одна между интересами города и его жителей и группой местных хапук, которые почувствовали вкус денег. Прошло 10 лет, в Ельцинской эпохе. Вопрос демократии это один, а другой вопрос, возможность определенным слоям нажиться. Уголь, стратегический товар. И, к сожалению, есть города, где это единственная возможность работать. Коми, Воркута и Кузбасс. И местные руководители, вот они уже приспособились. Это опять вот эти самые рвачи. Он мог быть главой республики, губернатором, мэром. Я там бывал, кстати, в Ухте, в Инте, в Коми, в Воркуте. В данном случае уже нормальные пошли московские инвесторы. С нормальными документами. Ведь там есть на этом предприятии контрольный пакет, принадлежащий государству. Теперь им даже на государство наплевать. Что там федеральная собственность? Мы это обанкротим, у вас останутся пустые акции. Вот это анархия. Вот я начал с князей наших, псковских, великоновгородских. Вот они теперь в Коми, этот князь сидит. Кормушка вперед на десятки лет. Всему их семейству, которое проживает в Тывкаре, в Ухте, местные бояре. Вот нужны показательные процессы. Я думаю, что после 2 марта будут приняты самые жесткие меры. И по главам администрации на местах, там губернаторы процентов 70, они все пойдут в отставку. После выборов президента. Да. Понедельник, 3 марта, для них будет хороший день. Для их жен будет хороший подарок 8 марта. Некоторые из них будут просто уже арестованы. На воронки. Да. 3 марта. А 8 марта праздник. И сколько людей пострадает. Смерть придет, оставив в жизни неразгаданную ложь. И себя на горькой тризне ты разгадкой не трешь. Смерть. 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 Смерть.